сегодня как пишет некоторые блогеры пошла информация из актюбинской области мне позвонили люди тоже оттуда сегодня сообщили подтвердили что аким области бердебек сапарбаев сказал на селекторном совещании что все те нефтяники которые требуют повышения заработной платы они являются якобы сторонниками двк их необходимо преследовать то есть как это получается люди получают 90 или 100 тысяч тенге заработную плату 300 долларов это при том всем что за последние полгода цена на них на 5 почти на 50 процентов даже и более поднялась нефтяники получают 300 долларов в мире средняя заработная плата свыше 10 тысяч долларов в месяц этот товар он одинаковый во всем мире одинаковый продается на мировые рынки продается по мировой цене и наши нефтяники вместо того чтобы получать в среднем свыше 10 тысяч долларов в месяц получает 300 400 долларов и аким области который должен помогать чтобы люди жили лучше заявляет что если кто-то повысит потребует повысить свою заработную плату значит он член двк его надо преследовать так зачем вам такой аким который не хочет чтобы вы улучшили свою жизнь а почему так говорит потому что назарбаев ему дал указание почему назарбаев дал указание потому что вся нефтегазовая отрасль она находится под его контролем с китайцами он партнер через своего зятя тимура хулибаева все крупнейшие нефтяные компании все под его контролем и он не заинтересован чтобы вы стали лучше жить поэтому он дал указание бердебеку сапарбаева преследовать тех нефтяник которые будут требовать повышение заработной платы когда завтра будут выборы акимов этого кима будете выбирать вы и вот представьте себе когда это аким скажет вы не имеете права повышать зарплату его просто на части разнесут люди потому что они скажут ты не оправдал нашего доверия мы тебя избирали и ты плохой ким ты не наша ким и вот вам ваш любимый аким заявляет что вы не должны получать и требовать более высокую оплату труда я бердебеку сапарбаев знаю очень хорошо с начала 90-х годов уже больше 20 лет знаю лично знаю как человек который работал акимом работал заведующим отдела там правительстве у меня статус был в выше был конечно чем у него я скажу вам свое мнение он на может некоторым кажется хороший но это не современный отсталый и мало культурный и малообразованный человек когда будут выборы настоящий вы сможете выбрать достойного современного и сильного акима который будет работать на народ а и и